Друзья, всем привет! Решил на своем лайв-канале отреагировать на последнее событие, на новость про Кокорина и Мамаева. Видимо, все уже думали, что ребята понесли свое наказание, уже раскаялись и все в порядке, можно выпускать и посмотреть, что они будут делать дальше. Но не получилось. Еще полгода они проведут в тех же местах, где были до этого. Короче, до 25 сентября еще они будут париться. В новостях сказали, что родственники и близкие люди Кокорина и Мамаева очень эмоционально на это отреагировали. Уже думали, что все, их выпустят, но не тут-то было. Они уже с октября за решеткой и максимум, который им светит, это 2 года. И по идее все рассчитывали, что их выпустят, потому что нет особых оснований. Некоторые считают, что дело более чем понятное. Есть все видеозаписи, где были эти драки. Есть более 50 свидетелей. Дело около 4000 страниц, которые рассматривали там типа почти 20 следователей, чтобы не было там подкупа или чего-то такого. Кто-то говорит наоборот, что все очень сложно и запутанно, но так или иначе получается, что кому-то надо, чтобы они еще сидели. И здесь уже разные слухи ходят по этой теме. Кто-то считает, что пускай сидят, потому что они реально поступили очень плохо и надо, чтобы их наказали по максимуму. И вообще всем будет уроком, потому что они звезды, они спортсмены, футболисты и вообще нужно себя таким людям вести достойно. С этим сложно не согласиться. А также есть мнение, что их специально засадили и что это все было подстроено. Откуда вообще взялся этот чиновник рано утром в этой кафешке? Откуда взялся этот водитель там же? То есть все как будто бы это немножко сфабриковано и как будто их там специально под это дело подстрекали или как сказать. И сейчас они сидят, потому что это кому-то надо. Причем есть люди, которые считают, что они знают, кому это надо. Всем известны такие люди, как Путин и Кабаева. Они как-то друг с другом связаны. И вот эта вот парочка с нашей парочкой. Типа там есть какие-то у них давние терки, связанные со спортом. Я не знаю, правда это или нет, но что-то подобное вполне возможно, иначе бы их выпустили. Потому что если бы вместо этих спортсменов были какие-то обычные ребята, типа нас с вами, то уже давно бы со всем этим разобрались и уже там было бы принято какое-то решение. Но поднасрать Кокорину и Мамаеву явно кто-то хочет. Потому что они при этом, еще что не будут сидеть, они опять пропустят очередной сезон. У одного из них проблемы со здоровьем, другой уже стареет. В общем, дальнейшая судьба спортсменов неизвестна. Но ребята, надо помнить, где мы живем. Что у нас за государство. Кто у нас во главе всего этого дела и вообще на верхушке присутствует. Будьте аккуратными, спортсмен вы или не спортсмен. А мы посмотрим, что с ними происходит дальше. Потому что 9 апреля будет заседание суда. И там будут продолжать рассматривать это дело. А мы за этим делом будем наблюдать. С нашей стороны лучше наблюдать, чем участвовать. Это 100%. Лично я думаю, что ребят надо уже пожалеть и отпускать. Пускай они занимаются чем-то более полезным, чем просто сидят в тюрьме. Хотя в суде они выглядели такими, ну, вполне веселыми и нормальными. Ну, а что расстраиваться? Все равно рано или поздно выпустят и все будет хорошо. Скорее всего. Ну и что немаловажно, подписывайся на мой основной канал. Ссылочка будет в описании. Встретимся в следующем видосе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok